Давайте теперь подумаем, что мы на самом деле доказали. Мы доказали забавную вещь, что когда у нас есть отрезок, то как его не мни, если при этом его не рвешь, а именно мнешь, то есть непрерывно передвигаешь отрезок сам по себе, да, может быть со складками, но именно непрерывно, то обязательно хотя бы одна точка окажется на том самом месте, где она и была до этого. Согласны? То есть мы доказали, что любая... Если помните определенным образом, чтобы один конец поднялся вверх, а другой вниз. Какая разница? Нет, большая разница. Поднялся вверх, другой поднялся вниз. Все равно пересечет. Если точка останется на месте, она не... Найдется, найдется обязательно. Вот у данной функции ни одна точка не осталась на отрезке. Да, а вот это? А это не на отрезке 0,1, а на отрезке вот так. Есть отрезок 0,1. Вы имеете в виду, что это такой диагональный отрезок? Есть, смотрите, есть отрезок 0,1. Он отображается в отрезок 0,1. То как он отображается, это вот такой график. Мы сейчас доказали замечательную совершенно теорему, что как не отображай отрезок в себя, обязательно хотя бы одна точка останется на месте. Отлично. Теперь давайте посмотрим, а нельзя ли то же самое доказать для квадрата, или для круга, или для треугольника. То есть заменить вот этот отрезок на... Ну давайте, для определенности, скажем, на квадрат. Что тогда у нас есть? У нас есть квадрат, который как-то будет подвергнут непрерывному отображению. Итак, вот интересно, у этого непрерывного отображения будет точка, которая обязательно останется на месте? Или такой точки не будет? Ну, во-первых, что называется ваше мнение? Как вы считаете? Вот можно ли как-то так взять листочек, что-то с ним такое сделать, только не рвать. Потому что если рвать, то понятно, что можно сделать, да? Разорвать, после этого один кусочек, так сказать, вот в эту сторону скомкнуть, а другой навод в другую сторону. Поэтому если функция разрывная, то легко сделать, чтобы неподвижных точек не было. А вот здесь непрерывная. Что подсказывает интуиция? Можно или нельзя? Нет. А? Нельзя. Нельзя. Отлично. Нельзя. И вот сегодня мы это докажем. Теорема. Любое непрерывное отображение квадрата в себя имеет обязательно хотя бы одну неподвижную точку. Кстати, ровно одну неподвижную точку оно иметь может. Это, например, центральная симметрия. Заметьте, да? Центральная симметрия имеет ровно одну неподвижную точку в центре квадрата. Больше. Или поворотная демотези на 90 градусов. Да ради бога, да. Ну и вообще огромное количество разных отображений можно придумать, у которых действительно одна точка. Может быть, что неподвижных точек много. Например, осевая симметрия. Симметрия относительно диагонали квадрата на оси у нас целый отрезок. Да, это целый диагональ. Так вот, все-таки теорема звучит так, что есть хотя бы одна неподвижная точка. Давайте подумаем, как можно пытаться эту теорему доказывать. Ребят, иногда говорят так, что это теорема, это теорема о барабане. Пясню историю. Вот давайте будем представлять себе квадрат как барабан. Хорошо? Ну или, если угодно, можете представлять, что это не квадрат, а круг. Тогда вообще это будет совсем похоже на барабан. Представили? Значит, или так, или действительно настоящий, настоящий круглый барабан. На самом деле не имеет никакого значения. И представьте себе, что я сумел придумать функцию, которая определена на квадрате, все значения принимаются в квадрате, она непрерывная, и при этом любая точка сдвигается. То есть нет ни одной неподвижной точки. Понятно? Тогда смотрите, что я могу сделать. Беру любую точку этого квадрата, беру ее образ под действием нашей функции, поскольку точка должна сдвинуться, то это разные точки, и рассматриваю вот такую луч. Понятно, что где-то он пересечет границу квадрата. Согласны? Ну, потому что он начинается, ну, как сказать, в одной из точек квадрата и проходит через точку квадрата, значит, он обязательно где-то пересечет. Более того, возможно, ситуация, что эти две точки лежат вот здесь, тогда он будет идти просто вдоль стороны, да? А во всех остальных случаях, когда он начинается внутри квадрата, то точка пересечения будет вполне себе определенная. Согласны? Так вот, давайте зададим себе такой вопрос. Можно ли так сделать, чтобы под действием непрерывного отображения у нас все точки границы остались бы на месте, все точки границы остались бы на месте, а отображение было бы непрерывно? Как считаете? Можно ли меня так? Мы ничего не завершим. Повторяю. Существует ли непрерывная функция, определенная на квадрате, ну, или, если угодно, на круге, и которая обладает следующим забавным свойством, что граница в точности осталась на месте? Нет, можно лишь попытаться скрутить, но при этом вся эта штука будет покрыта. А вот представьте себе, если я хочу, чтобы у меня на самом деле граница осталась на месте, а здесь вообще значений не было. Так удастся? Но интуитивно нет. Интуитивно нет. Интуитивно нет. То есть, на самом деле, любой человек понимает, что если мы берем барабан и не трогаем его, я не знаю, как это называется, ободок, границу, да? То тогда, что ты не делай, сдвигать, конечно, можешь, там растягиваешь, что ты можешь, но на самом деле все будет покрыто. Я не понимаю. Интуитивно никак не понимаю про барабан. Просто в квадрате все клетки стягиваемые, а если будут взяты клетки, то у нас будет не стягиваемые. Во-во-во-во-во-во-во-во. Крайний разговор. Нет-нет, Алиса, вы сейчас все поймете. Дело в том, что я же ничего не доказал. Я просто, как бы, я занимаюсь анонсом сейчас. Андрей сейчас произнес точные слова, что квадрат, он такой вот, как сказать вам, такой замечательный, что если будет хотя бы дырочка здесь, или здесь, не важно, то тогда мы сумели бы растолкать это все на границу, и тогда у нас возникла бы странная штука, что вполне себе такой замечательный квадрат, мы бы сумели в качестве его непрерывного образа получить четыре, понятно, да, границу. Оказывается, нельзя получить границу. Оказывается, не существует непрерывного отображения квадрата, на котором граница его стоит на месте. невозможно получить. Давайте-ка я возьму и так же четко, как мы доказали вот эту теорему, просто докажу исходную, исходную вот вещи. Что я сейчас докажу? Любое непрерывное отображение квадрата в себя имеет хоть одну неподвижную точку. Спасибо.